73 миллиона рублей невыплаченной заработной платой в текущем году взыскано в пользу работников с предприятий должников Чувашия. Тенденция по снижению задолженности положительная, но остаются еще сотни людей, которым вовремя не платят вознаграждение за их труд. Какие меры принимаются в регионе, чтобы люди вовремя получали зарплату, обсудили на открытом форуме по защите трудовых прав граждан, который организовала прокуратура Чувашия. Вознаграждение за труд – одно из основных прав человека. Но некоторые работодатели легко им пренебрегают, пока их не привлекут к ответственности. В республике с должниками работает межведомственная комиссия, благодаря которой уже сотни людей получили честно заработанные деньги. Работодатель рассчитался сотрудниками Чуваш-Автотранса. Зарплату после долгой задержки наконец-то получили 235 работников Чуваш-Бройлера. Там погашена задолженность практически в 5 миллионов рублей. Еще 500 тысяч остается за предприятие. Встретились с начальником следственного управления по республике Чувашия, вместе с новым акционером, с представителями правительства. Переговорили о методах погашения, разъяснили, что лучше так сделать, чтобы люди были довольны и с большим энтузиазмом относились к исполнению своих трудовых обязанностей. И с пониманием отнеслись акционеры, пошли навстречу и эту ситуацию практически разрешили. Сейчас организацию Чувашии должны работникам еще 70 миллионов. В черном списке в основном предприятия банкроты. На их долю приходится почти 50 миллионов. Это Чебоксарская типография номер один – 16 миллионов рублей. Алатарский завод низкотемпературных холодильников – 13 миллионов. Процедура банкротства продолжается и на новочебоксарском заводе ЖБК-2, который задолжал сотрудникам 5 миллионов рублей. Бывший руководитель данного общества, который допустил невыпаду заработной платы на срок более двух месяцев, привлечен уже к уголовной ответственности, он осужден. На сегодняшний день нами осуществляется контроль за своевременностью проведения всех процедур в рамках конкурсного производства со стороны арбитражного управляющего. 18 июня 2018 года было утверждено положение о порядке продажи имущества должника банкрота, которое составляет всего в конкурсную массу включенное имущество на 15 миллионов рублей, которое при дальнейшей его реализации в рамках этого положения, о котором я сказал, должно его хватить на то, чтобы погасить задолженность по заработной плате перед гражданами. Мы сейчас будем осуществлять контроль за своевременностью всех процедур реализации этого имущества. По невыплате зарплаты в этом году возбуждено 12 уголовных дел, в прошлом 21. Этот вопрос остается на постоянном контроле у прокуратуры республики и других ведомств. В решении проблемы немаловажную роль играет своевременность сигнала, подчеркнул прокурор Чувашия Василий Пословский. Главное от людей, что немаловажно, и одна из задач форума сегодня, от людей получать своевременную информацию, чтобы не тогда, когда уже предприятие обанкротилось и оттуда совершенно нечего взять, чтобы погасить эту задолженность, а вовремя. И мы тогда уже призовем к порядку соответствующего руководителя, разъясним требования действующего законодательства ему, а то и при наличии оснований привлечем к уголовной ответственности. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.